ну вот и прошло время долгожданного ожидания еще один небольшой проект завершился расскажу небольшую предысторию вот такая интересная гитара fender heavy metal strata она называется попала ко мне в руки достаточно неожиданным образом летом прошлого года заинтересовала она меня во первых тем что я давно искал суперстрат классический без лишних новоротов и не экстремальной формы если требования абсолютно точно соответствует и плюс это оказалось достаточно редкой модель которая больше не производится производилась ограниченное время в конце 80-х годов собственно как я сказал называется она или металл страт или еще h.m. страт ее называют ее можно было в 10-х годах видеть в руках таких людей как грэг холл вот это был своего рода ответ компанией fender на цветущую популярность те времена гитар подобие чарвел крамер и подобных инструментов сделанных на основе страта кастера я думаю что большинство из вас знает что прототипом такой гитар похожи франкин страт эдивана халлина в общем то этот инструмент не некоторым образом сейчас так вышло что напоминает его вот в общем и так оказалось интересно но были определенные нюансы связаны с тем что не совсем все было понятно в звуке и возникло желание продолжить экспериментировать с ней и поменять звук сниматели соответственно встал вопрос какие звук сниматели какой конфигурации где их брать в общем весь фарш что называется и было решено обратиться к илья фокина вот очень отзывчивый парень разговоры сразу сказал что в любом случае найдем общий язык что поможет экспериментом очень открыт я поскольку человек технически не столько компетентный я объяснял свои пожелания исключительно некими образными высказываниями то есть я хотел немножко того немножко этого немножко всего вот этого не хочу задача была поставлена примерно следующее нужен сет для суперстрата состоящий из двух звук снимателей это bridge и neck значит не очень мощный по выхлопу без присущим большому количеству кампакеров мути без такого знаете утробного низа губнящего чтобы звук был яркий открытый стеклянный читаемый с хорошей выделяющейся атакой но при этом все таки являлся хамбакером а не синглом то есть позволял играть достаточно в агрессивных стилях еще такая была интересная особенность я сказал или последний момент буквально что я хочу чтобы звук был перкуссивным я не знаю насколько ему эта информация была полезна но получив эти звук снимателей и установив на эту гитару я был буквально ошламлен насколько человек угадал все то что я пытался ему вот этими невнятными словами объяснить угадал он на мой взгляд на сто процентов вот в итоге мы имеем звук сниматель в ближе полноценный хамбакер называется эта модель spirit это такая тестовая модель я не знаю возможно она пойдет в серию дальше звук сниматель в неке в сингловом формате это хамбакер рельсовый его название я к сожалению не знаю или я может быть не поправит или подскажет он сказал что это достаточно базовая модель с небольшими доработками вот распайку сделали достаточно стандартной традиционной это трехпозиционный переключатель соответственно у нас положение нек дальше опыт звук снимателя bridge и на отдельный переключатель мы посадили переключение последовательного либо параллельного подключения катушек в бриджевом сниматель что достаточно интересно оказалось из регулировок темброблока мы убрали один тембр поскольку он мне не нужен и ручка громкости на своем прежнем месте реально мешалось в итоге оставили только ручку громкости пересадить ее чуть дальше и один общий тембр к слову сказать тембр это вот этот фендерский фирменный так называемый tbx двухуровневый ну я думаю нет смысла застрять на нем внимание там кому интересно вот погугли вот собственно дальше говорить все нечего осталось только слушать нековый звук сниматель а усилитель значит мы используем солдана astroverb я попытался настроить на нем максимально чистые звучания кабинет на сабуги 412 работает в режиме 4 по 12 у меня под ногами педалборд пока он абсолютно не задействован сейчас мы слышим чистый звук напрямую это действительно хамбакер хотя звучит он как я бы сказал скорее прокаченный сингл вот дальше положение два хамбакера два звук снимателя одновременно оно еще более такой твенговое стеклянное еще более перкуссивное а 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 Субтитры сделал DimaTorzok И обещанное переключение катушек бриджев из последовательных параллельных Он начинает звучать практически как сингл, совсем, что достаточно прикольно Достаточно интересно, когда бриджевый хамбакер в параллели и все это вместе с неком Обратите внимание, что очень высокая читаемость у этих звукоснимателей за счет их яркости И отсутствие такого басовитого призвука с ней в этой муте Очень читаемые все аккорды и каждая нота Играть на самом деле очень приятно, заставляет огромное удовольствие Вот, ну что ж, теперь, пожалуй, начнем немножко разгонять усилитель Переходить в зону более такого характерного для хамбакеров рокового умещания Я на усилителе увеличу гейн до положения около 4, чтобы получить такой хороший кранч Это нековый, сейчас нековый запустимайся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok